Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня финал шоу Маска на НТВ был. Я посмотрел интересное шоу, хоть и, как мне кажется, некоторые моменты срежиссированы, а может и многие срежиссированы, не знаю. Но, тем не менее, посмотрел. Было интересно, я до этого пересмотрел достаточно, ну не то, что достаточно много, все почти я посмотрел выпуски. Тут уже, значит, вышла публикация, что шоу Маска нарушила все нормы карантина, имея в виду, что сейчас все шоу отказываются от зрителей в прямом эфире, да, а шоу Маска там сидят зрители в масках карнавальных, но не медицинских. Но у меня вопрос, там что, где-то написано было, что это прямой эфир? Мне кажется, это в записи все дается. Это, по-моему, не прямой эфир, а мне кажется, это записано было ранее. Вот и все, там не было написано, что это прямой эфир. Прямой эфир обычно, когда написано прямой эфир, значит, ну что сказать, впечатления такие неоднозначные от финала шоу Маска. Ну, во-первых, я думаю, было бы гораздо круче, если бы все-таки оленем оказалась Диана Анкудинова, которую одели так, как будто она взрослая женщина, там все, то есть какая-то такая. Я ждал какой-то такой прям, знаете, суперинтриги какой-то прям, что в конце прям, ну вообще прям будет, да. Ну, оказалось, в принципе, все нормально, все отлично, но как бы все очень ожидаемо, да. Поэтому некоторые выпуски были гораздо интереснее, чем финал. Вот. Лариса Долина, как бы, да, я думал, что, ну, добавляет, может, специально в голос Дианы, может, еще что-то там, нотки какие-то, да, там. Ну, нет, Лариса Долина реально, ее все с первого прям выпуска поняли, что это она. Зачем было ее тянуть до самого конца? Ну, наверное, для того, чтобы она была, все ждали, она просто исполняла песни молодежные, новые, не только молодежные, но очень здорово, круто, красиво. Но, наверное, если бы ее убрали, это было менее такое шоу красочное, это уже говорит о сценарном положении дел, да. Но, тем не менее, все номера там суперклассные, вот, суперзамечательные. Задумки, вот, постановщиков, режиссеров, постановщиков именно номеров просто вообще восхитительные, да. Само шоу мне очень понравилось, ну, мы уже много об этом говорили, давайте вот именно о финале, что поговорим здесь. Я не очень понял, то есть, там вообще, как бы, странное вообще дело, то есть, Лев Цой, да, вот, Цой, значит, соответственно, Анатолий Цой из группы M-Band, значит, и, ну, в группе, они когда пели, вот, это же группа Константина Меладзе, да, как бы, они пели, вот, когда с Валерием Меладзе, значит, там, песню, их там особо никого не слышно. Почему взяли, видимо, у кого-то ставка именно на Цой, чтобы он выиграл, чтобы люди там увидели, ну, то есть, понимаете, у нас не делается все это просто так, что взяли человека, вот, реально, так сказать, там, и жюри ничего не знало, его выбрало. Я считаю, что это элемент раскрутки, это мое мнение субъективное, оценочное, да, потому что, если долю, ну, не распознавали, как бы, зная, что это она, ну, это уже сценарный элемент, да. Я еще раз говорю, если там, вот, они сами еще говорят, понимаете, жюри, что, говорят, вот сейчас выпуск, финал, где, по всей видимости, говорит, все поют своими голосами. То есть, они даже это озвучивают, они не скроют, это не я, они мои догадки. То есть, это выпуск, где все поют своими голосами, понимаете, в чем дело. То есть, то, мое предположение о том, что Стас Костюшкин в первом, вот, он пел своим голосом, как бы, для затравки, чтобы люди подумали, что все своими голосами. Его слили, понятное дело, да. А дальше было такое ощущение, что люди поют, ну, это голос не их. Глызин, например, уже сегодня призналась Долина, она говорит, я Глызину узнала по походке, не по голосу, потому что, когда он снял маску слона и начал петь, сказали все, ну, фонограммы, это не его голос вообще. То есть, голос был изменен. Сегодня в финале голоса были все, вот, чистые, без добавления чего-то. Это, конечно, говорит о том, что там есть фонограмма чистой воды. Значит, Карина Кокс, я не очень понял вообще смысл. Я, вот, если была паршута, Юлия эта, да, пишут, что реально точь-точь, что у нее очень хорошие вокальные данные, все. Ну, понятно было бы, понимаете, для людей там продвинуть действительно там девочку, которая действительно может там, ну, для у нее карьера какая-то впереди у нее может быть музыкальная. Это, ну, хотя бы логически понятно. Карина Кокс, блин, ей лет уже, не знаю, она скоро уже догонит Долину там, простите меня, да. И она что, реанимировать карьеру собралась, что ли, музыкально? Да нет, конечно. То есть, ну, вот, не знаю, зачем, что, как. Может быть, выбирали специально, чтобы не могли отгадать. Ну, не знаю. То есть, мне больше, я понимал, что там паршута наверняка, я прям был уверен в этом, да. И, ну, то, что Долина, это было понятно, ну, она просто ее, видимо, взяли как вот, чтобы она отожгла вот эти всякие песни, которые она пела молодежной. Танцы на стеклах, там, нас не догонят, чтобы там люди офигели, что ничего себе там, да. То есть, это как украшение, что ли, действительно. То есть, она не была конкурсанткой или там не боролась за победу. Это и сегодня, они опять-таки сами говорили в жюри, я их словами говорю. А вот победитель Лев, там, Анатолий Цой, вот этот, да, не знаю, как-то, ну, мне пение на фоне, на фоне Долиной, да, вот, ни Цоя, там, ни Карины Кокс, там, я не очень понял это все дело, да. То есть, еще раз скажу, шоу хорошее, финал классный, но он, вот, по накалу, да, я скажу, по накалу, некоторые серии предыдущие, да, они были острее, прям, гораздо острее. Было прям, прям суперинтересно узнать, ну, кто там, прям, понимаете, чем вот сам финал. Финал, казалось бы, должен быть таким прям вот, ну, прям вот вообще прям, понимаете, взрывным каким-то, да, чтобы прям врезалось в мозг. Но финал был, наоборот, очень таким спокойным, предсказуемым очень, таким вот, ну, не финалом, да, вот, был как финал, не финал, такое ощущение. Вот, и я могу сказать, что я пообщался с людьми, которые смотрели, которые смотрят, смотрели Маску. Они все говорят, когда сказали, что, когда Лев начал петь, когда сказали, что это на то лицо, и просто все выключили, и все, даже не стали досматривать. Потому что особо сильно, не очень там, ну, есть люди, которым понравилось пение, да, его, но особо сильно он не интересен, как фигура, да, там, раскрутка, если его это занялись. Я не знаю, удалась ли она вообще, зачем это нужно было. Еще раз говорю, было бы здорово, если бы, вот, действительно была паршюта в Волке, здесь была бы, например, ну, хорошо, там, не Диана Анкудина, но кто-то другой, пойти, которого, там, обвесили специально, там, чтобы вот прям, ну, совсем, и добавляли нотки голоса Долиной, там, да. Вот это был бы вообще взрыв, то есть, снимай, да, там, и вот это был бы накал, реально, да, а в Вольве, там, не Анатолий Цой, а тоже другой человек, да, вот это был бы просто, вообще, просто разрыв, реально. Но никакого разрыва не случилось, может быть, оно и к лучшему, не знаю, может быть, это и так и должно быть, что так спокойно, для кого-то, может быть, наоборот, неспокойно прошло, не знаю, напишите в комментариях, как вам. Мне не очень как-то, не знаю, мне не очень, и сама задумка интересная, еще раз скажу, но мне как-то не очень. И мне интересно, вот пишут, что якобы нарушили, там, все нормы карантина, шоу Маска и все такое прочее. Вы кто-нибудь знаете, это вообще в прием эфире идет шоу, потому что если в прием эфире, мне крайне интересно тогда поведение, например, Тодоренко, потому что вы знаете, что недавно был скандал, и я, когда смотрел на нее, я искал и думаю, там, как по мимике, по жестам, какие-то там последствия ее вот этого вот, такого сейчас депрессивного состояния, да. Но я не увидел, и я вижу, что все в порядке, я понял, что это идет в записи, да. Ну, пишут, что якобы нарушила все нормы карантина, но еще раз говорю, ну нет, не написано же, что прямой эфир, вот знаете вы что-нибудь об этом, ну нет, прямой все-таки эфир это или нет. Ну, как вам вообще? Для меня Долина просто открылась с совершенно другой стороны, ее сто лет не видно что-то нигде, может быть, я не вижу ее, но на сцене, я имею в виду каких-то там солянках сборных. Просто фантастическое, конечно, пение на протяжении всего конкурса, Долина просто the best, как говорится, да. Что касается Карины Кокс, ну, Виа Сливки, где она была солисткой, как-то это, знаете, какая-то типа группа отпетой мошенники в там нулевых, вот вроде того для меня, для меня это так, да. Это мое просто мнение. Что касается Анатолия Цоя, ну, я видел группу M-Band, мне всегда казалось, что какие-то школьники поют там, понимаете, не знаю, ну не школьники, но они молодые ребята, совсем прям вообще молодые. Там есть парни, которые выглядят, ну, прям очень молоденькими, да, и как-то, ну, наверное, ставку сделали на него, что он как-то, может быть, не знаю, в общем, с чем это связано, но... Ну, какой-то вот изюминки, что ли, не было, не хватило, чего-то не хватило. Я прям очень ждал и очень хотелось, чтобы вот была какая-то там фишка, что ли, прям такая, да, ее не было. Просто была передача, как бы, такая прям очень ожидаемая, что будет вот именно так, да. Мне кажется, стоило ввести какую-то изюминку, чтобы вот, как бы, те ожидания, которые были, они не оправдались, чтобы наоборот получилось. И от этого была острота ощущения. А так получилось, ну, все знали Долина, Долина там, Цой, Цой, все знали, что там паршюта там или, значит, Карина Кокс там, паршюта Карина Кокс там, все. То есть показали все, как прогнали, он как прогон, знаете, так вот и все. Ну, пресненько, короче, пресненько получился финал, вот мне так кажется. Ну, сама программа крайне интересная, конечно, здоровская программа. Интересный, интересный формат, интересная программа по рейтингу, вы знаете, что голос обогнала, обогнала. Ну, вот интересно ваше мнение, напишите, будет площадка для финала шоу Маска, раз уж я там несколько выпусков делал об этом шоу. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, пишите. По-моему, и мое видео получилось какое-то пресненькое и неинтересное абсолютно, потому что, по-моему, и финал такой же. Может быть, я транслирую свои чувства от финала, и поэтому так получается, не знаю. Подписывайтесь на канал, кому нравится. С вами был Будда Гришна, всем пока, до встречи. Я надеюсь, что во втором, может быть, они там учтут какие-то ошибки, во втором сезоне там что-то будет, может быть, как-то более там по-другому. Хотя, не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok